В Екатеринбурге в половине восьмого часа вечера в обычной старинной пятиэтажке на Ануфриево 32, знакомой всем местным родителям малолетних детей, ибо в этом здании дислоцируется детская поликлиника номер 6, приключился смертоносный, чтоб не сказать, инфернальный пожар в угловой квартире на третьем этаже. По словам соседей, которые, как обычно, все знают, в этом жилище обитала женщина-инвалид, которая самостоятельно не передвигалась. И потому, оказавшись, один на один с огнем, она была обречена, и хуже того, она это осознавала. В ее положении лежа по жизни главное было не загореться. Она жила до первого пожара, но случился худший вариант. Даже невозможно представить, насколько ужасающими были последние мгновения ее жизни, до того, пока она не потеряла сознание, надышавшись дымом. Конечно, она кричала. И кричала так истово, что, по словам некой молодой мамочки Ирины, которая с ребенком стояла в очереди в поликлинике на первом этаже, как сообщает Е1, вопли несчастной обреченной женщины были слышны в окно. А если учесть, что она была недвижима, то кричала она, видимо, с кровати. А слышно было на первом этаже в здании поликлиники. Инферно. Адский ад. Но, несмотря на лютые крики о помощи, никто на выручку женщине не пришел. Никто ее из огня не вынес, и ее бренное тело обуглилось и рассталось с душой. Надо полагать, и последние годы жизни у этой женщины были не сахар, болезнь, недвижимость, инвалидность, да еще и переход в мир иной получился такой болезненный. В остальном, это был самый заурядный пожар в пятиэтажке. Огнеборцы его локализовали через 40 минут после звонка в 01, пламя замочили, соседей снизу тоже, остальных вывели, спасли и согрели в пожарной машине. Согласитесь, слово согрели звучит значительно позитивнее, чем сгорели. Вроде буквы те же, а сколько тепла и уюта. Согрели. А сгорели – это адский жар и боль. Детская поликлиника не пострадала ни от огня, ни от воды. В основном, когда ЗС был полный ствол СВД, в квартире 47 горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. В тушение пожара принимало участие 4 единицы пожарной детники, 14 человек личного состава. В пожарное подразделение было эвакуировано 35 человек, из них 13 дети.